Венер, ACA в твоей родной Уфе. Какие эмоции? Ну, конечно, очень приятно, что такой турнир приехал к нам в город. Ну и участвовать в этом турнире тоже очень приятно. Ты хотел заниматься развитием ММА в Башкортостане. Как сейчас продвигается и как вообще оцениваешь публику и вовлеченность ее в этот вид спорта? Ну, до моего отъезда здесь ММА был очень популярен как вид спорта. Много турниров проходило. Ну и с отъездом тоже тут было кому заняться. И федерация развивалась, и клубы были. Но мне кажется, в Екатеринбурге более качественный скачок был в этом плане, чем в Уфе. Но ты сейчас все равно прикладываешь к тому, чтобы популяризация этого вида спорта была? Ну, понятно, что внимание ко мне даже, когда я нахожусь в Екатеринбурге, внимание из Уфы, из республики ко мне приковано. Но волей-неволей я все равно участвую во всех процессах, которые здесь происходят в плане спорта. Ты часто проводишь подготовку в Дагестане. Как отметил Анатолий Токов, первые дни в Дагестане я выживаю. Расскажи, как конкурируешь ты, и есть ли чему учиться столь опытному бойцу? Учиться есть всегда чему. Но я туда больше еду, чтобы набрать спринговой практики. И заранее предупреждаю, ребят все равно молодые. Но там много даже ребят, которые не имеют никаких титулов, но очень сильные. Они у них даже, может, не выступают нигде, но качество их работы очень высокое. И поэтому, понятно, им интересно попробовать себя на моем фоне, как они, но все равно известны в определенных кругах. И, понятно, им хочется проявить на фоне меня. Но я их заранее, особенно с молодым ребенком, когда работаю, прошу поаккуратнее, потому что они все равно очень резкие, очень быстрые. А первую неделю, когда приезжаешь, втягиваешься, конечно, тоже просишь, чтобы потом, когда ты набираешь форму, то немного полегче становится. Но поэтому лучше заранее предупредить, чтобы избежать травм. А вот из имен профессионалов можешь кого-то выделить, с кем удалось поработать, и кто-то, может быть, тебя удивил? Либо с кем-то было более комфортно, с кем-то, может быть, подружился? Ну, я еду, когда мы едем, уже заранее договариваемся, что с кем поработаем. Ислам Амаров был, чемпион ИСЕЙ. Он часто, кстати, к нему езжу, он мне помогает все время в подготовке. С ним комфортно работать, он не травмирует, ну, и уровень ворьбы очень высокий. И он дает и тебе поработать, дает, и сам работает, где-то подсказывает. Ну, там много ребят, всех назвать сложно. Но в последний раз даже как-то провел спарринг с Артемом Резниковым. Он там, а, Резник или Резников? Резников. Резников, да. Кто еще сейчас? Просто Наум. Али Абдул-Халиков, вот, думали, что его подпишут ИСЕЙ, помогал. Должен был Искандер, который должен был тоже участвовать с нами на этом турнире, но он травмировался. Там немножко. Он бывал, с нами работал. Ну, много ребят, просто сейчас все имена, боюсь, не назову. И в разные залы ходили. Там очень интересно поработать. В этом плане есть с кем поработать, разнообразные ребята. Стараюсь все равно, конечно, подбирать соперников такие, которые будут похожи на Хакрана. Но, как сказать, подобрать заранее такого, ну, по габаритам, по крайней мере, подбирали таких же, которые бьют и борются. Кто-то отмечает столицу единоборств Махачкалу, кто-то отмечает столицу единоборств Екатеринбург. Какой город отметишь ты? Ну, смотря по каким критериям. Если по турнирам, которые проходят, может, в Екатеринбурге, ну, в Махачкале практически нет турниров. В Екатеринбурге проходят и большие турниры. Но, если брать по количеству бойцов в городе, то, конечно, Махачкала даст фору любому городу. Там столько залов, столько бойцов, где нет ни в каком городе России. Что для тебя выступать в ИСЕИ? Ну, во-первых, очень престижно. Потому что, ну, до ИСЕИ я выступал в Fight Nights, например. Тогда, в то время, лига гремела, мне казалось, сильнейшей лигой в России. И потом постепенно уже я понимал, что ИСЕИ становится самой, в плане спорта, самой сильной лигой. Может, какие-то лиги, вот, та же Fight Nights, может, более медийная какая-то. Но сейчас даже, мне кажется, ИСЕИ и в медийном плане, и в спортивном плане, самая сильная лига в России. И поэтому выступать здесь для меня очень престижно. И быть востребованным в самой сильной лиге для меня очень приятно. 2019 год. Ты подписываешь контракт с лигой ИСЕИ. Как можешь отписать эти четыре года твоих выступлений? Ну, первый бой у меня был пробный. Мне надо было обязательно выиграть, чтобы со мной контракт заключили. Поэтому был такой момент, испытание. Получилось выиграть, потом контракт. Ну, каждый бой приходилось доказывать. Хотелось серию из побед сделать. У меня почему-то чередовал победы и поражения. И потом еще пятый бой опять тоже мне, чтобы продлить контракт, нужно было обязательно выиграть, иначе со мной контракт не продлили. И вот все равно были такие моменты испытаний, которые надо было преодолевать. Ну, я гнал эти мысли. Конечно, хотелось вступать еще в ИСЕИ. И не хотелось, чтобы тебя выгнали как профессионально пригодного бойца. Потому что мне казалось, что я еще могу конкурировать в этой лиге. А ты когда смотрел на ростер, у тебя были какие-то имена, с которыми я прям хочу встретиться? Не то, что хочу, как говорится, больше своих желаний. Я понимаю, бойцы очень сильные. И хотите, с ними когда бой будет, это будет большое тяжелое испытание. Ну, сам не выбирал соперников. Если дают соперника, все равно же матчмейкеры смотрят, кто примерно равных по силам, чтобы бой интересный был. И когда тебя ставят сильными бойцами, я понимаю, что будет очень тяжело, но мне приятно, что меня ставят с таким сильным бойцом. Значит, считают, что я могу с ним конкурировать. Хакран Диа – для тебя сильное испытание? Очень сильное. Как, по-твоему, изменилась индустрия за 10 лет? Индустрия ММА. Ты очень давно в этом спорте. Я с 2000-х годов, уже 23-й год. Да, с 2000-го года. Ну, она вообще колоссально изменилась. Первые бои были полуподвальные. Ну, не все, конечно, там в цирках проводили. И очень часто проводили в кафе, в ресторанах, где… Или даже на аренах, но там столики с едой, с выпивкой. Как бы другая совершенно атмосфера. Больше как шоу, больше как… Ну, как концерты какие-то, наверное, даже. Бывало, даже проводили бои в театрах. На сцене ставили ринг, и зрители с одной стороны на сцене сидели. Ну, конечно, другая атмосфера. А сейчас более спортивная, более… Ну, это уже спорт, уже признанный, уже освещается по телевидению. Раньше бои… У меня даже больше половины… Ну, не больше половины, но много. Боев 30, наверное, 40. Вообще у меня их нет даже, запись. Потому что никто и не снимал. Никому это и не нужно было. А тут сейчас любой бой найдешь. А вот как раз хотела спросить, не все занесены у тебя, да, в Шердог, там, в Тополоджи. А есть какой-то бой, о котором бы ты хотел бы рассказать своим болельщикам? Ну, много таких боев было. Например, один бой был в Казахстане, в финале восьмерки я дрался. Турнир проходил на улице. Ринг был, стоял на улице, на траве. И бой проходил примерно в 3-4 часа ночи местного времени уже. Выпала роса. Там скользко было, очень, как на льду. И вот бой проходил в таких условиях, там, когда ты не можешь твердо стоять, ну, не знаю. Сейчас бы я… У меня нет записи этого боя. Было бы интересно посмотреть. И там момент был. По тем правилам, иногда он отсчитывали. Я пропустил серьезный удар, упал. Но, видимо, тяжело упал, потому что соперник уже скинул руки. Его болельщики подняли его на руки и вынесли с ринга. Они уже победу праздновали. А судья отчитал. И, ну, говорит, продолжаем бой, потому что тогда нокдаун отсчитывали. Его еле уговорили вернуться в ринг. Он уже, понятно, победу отмечает. И бой тяжело для меня складывался. Я проигрывал. А тут после такого, видимо, ему тяжело было переключиться, когда вроде он выиграл. И бой перевернулся совершенно. И теперь я его, хоть после даже такого нокдауна, теперь я его, и я его бой на кого-то закончил. И, ну, там столько эмоций было, конечно, и там светили, шумели. А есть с кем-то вот за эти 23 года твоей профессиональной деятельности, с кем, может быть, ты встречался на первых турнирах, там подружился, и вы вот всю эту историю идете вместе? Кто-то, может быть, из имен, из бойцов? Ну, много таких бойцов, которые еще остались ветераны. Это Беслан Исаев. Мы с ним три раза дрались. Александр Шлеменко с ним два раза. В спальновой давно уже было. Ну, не знаю, а больше из тех, кто в те времена дрался, в 2000-е годы, уже, наверное, в строю никого не осталось. А как проходили те бои, вот, когда ты еще не знаешь, там, Беслана Исаева, Александр Шлеменко? Беслана Исаев, когда с ним первый раз дрался, мы дрались в финале восьмерки тоже в Казахстане. Ну, понятно, мы только за счет того, что я видел его предварительные бои, о нем никогда не знал. В те времена ехали на соревнованиях, на бои, и даже не знали, кто соперники. Там на месте мы узнавали, кто заявился, кто взвешивался. Понятно, и что он умеет, как умеет, там только бывало, вид спорта обозначали боксера. Ну, некоторые хитрили, например, борцы писали бокс, и ты думаешь, он хочет против боксера, думаешь, сейчас надо в борьбу лучше, а он, наоборот, борец. Ну, так было. Сейчас-то понятно, когда обо всех бойцах все известно, весь их рекорд есть, какой стиль представляет, все понятно. А тогда было минимум информации. И Саша Шлеменко, например, я только увидел, что он дрался, я на одном турнире выступал, я дрался в 70, а он в восьмерке 84 килограмма выступал. Там чемпионат России, наверное, у них был, это в Омске было. Просто на построении, там было принято построение перед турниром, всех участников строили, и видно было, что Саша самый, ну, такой худой из них, что ли, самый мелкий. Там намного крупнее парня, габаритнее будет. Я думал, я еще тогда мысли, что он тут делает, тяжело ему придется. А потом, и не смотрю, я бои редко смотрю, обычно там сам разминаюсь где-нибудь, чтобы не переживать особо. А потом, после моего боя, смотрю, он в финале дерется. Он был очень удивлен, а потом он еще в финале выиграл. Видно было, что он очень сильно боится. Уже тогда был. А сейчас как-то там, когда у тебя бой, к примеру, вы переписываетесь, там какие-нибудь пожелания друг другу, или у него бой когда? Вот что-то такое есть? Ну, нет, очень редко бывает. Иногда, наверное, в Инстаграме что-нибудь он в комментариях напишет. Ну, редко и вообще практически не бывает. Ну, у всех свои дела как-то. Мы, если встретимся, мы, конечно, общаемся, там, поздороваемся, по крайней мере, руки пожмем. А так, ну, не общаемся. Сейчас индустрия ММЭ – это, по сути, социальный лифт. И люди идут за медикой, либо большими гонорарами. А что мотивировало 23 года назад, там, 20 лет назад, да, к примеру, когда не было ни больших гонораров, ни медийности выступать и постоянно новые боись делать? Ну, гонорары-то были, хоть не такие большие. По тем временам даже 500 долларов. Казалось, хорошие деньги. И вот, один из основных стимулов было именно деньги получить. Ну, и... Тоже уж тогда мне этот спорт понравился. Еще только, когда начинали первые бои смотреть UFC, было бы просто интересно. Когда борец против боксера там дерется, или еще каратист против грепплера. Было очень интересно. Сумоисты там выступали. Ну, много тогда было. А еще весовых категорий не было. И как-то мне уж тогда этот вид спорта стал, показался интересным. Ну, и вот так потихоньку затянуло. А ты помнишь первые моменты, когда тебя уже начали узнавать, и твое имя начало быть узнаваемым? Начали подходить, может быть. После какого это было? Ну, это, наверное, больше в Казахстане стали узнавать. Потому что первые бои я часто дрался или в Омске, или в Казахстане. В Омске вот узнавать начали болельщики. Башкир кричали. Ну, и в Казахстане. Мне, если не знаю, из первых 20 боев, наверное, большая часть как раз там себе прошли. Ну, а потом уже в Уфе начали турниры проводить. И в Уфе уже узнавать начали. А Башкир ты сам себе взял как прозвище? Либо оно как-то за тобой закрепилось? Нет, на первых турнирах, не знаю, может, имя мое тяжело было запомнить или по какой причине. Но на этой либунах кричали Башкир, Башкир. Так и это осталось. Смотри, у тебя очень много учеников, по сути. И что легче, смотреть за их выступлением, за их подготовкой, весогонкой, либо самому все-таки выступать? Ну, сейчас не сказал бы, что их много. Я в последнее время уже практически тренингской детектив не занимаюсь. А с кем занимался, они в основном все уже закончили. А раньше меня уже закончили. Ну, конечно, когда тренируешь это, по крайней мере, нервы ты очень переживаешь больше, чем за себя. Тебе проще самому что-то сделать, чем смотреть, как они что-то делают, или у них еще не получается, или неправильно делают. Нервы больше тратишь на это. Поэтому сейчас вот, когда у меня продолжается карьера своя, я прекратил тренировать, потому что это очень сильно отвлекает и тяжело это. А когда смотрел на этих учеников, ты уже закончил? Не было мыслей самому? Либо у тебя все равно вот есть мотивация еще выступать и выступать? Ну, они заканчивали, у них были причины, у кого-то травмы были, у кого-то результатов уже не было. Потому что проигрывать, ну что уже это выходить там. И уж когда ты проигрываешь, тебя особо не приглашают никуда. А у меня в этом плане, как бы, бог миловал, можно сказать. Поэтому, ну, не вижу причин. Мне нравится. Уже немного раз повторял, и вот еще раз говорю, что есть результат, получаю удовольствие, продолжаю. Если или результат, или мне уже будет тяжело, неинтересно, ну, все, я закончил. Мне, как бы, никто не заставляет все это, мне самому хочется. И нет, как бы, такой, что вот, мне необходимо выйти, иначе, там, я не знаю, и за денег, или что. Ну, деньги, конечно, приятные, бонус, но мне просто сидеть дома скучно. Вот бывает, я там полгода не выступаешь, там, год иногда бывало, и просто уже дома каких хочется эмоций. Видимо, это уже как наркотик для меня, поэтому. Главный бой в твоей карьере? Я уже давно понял, что нет никаких главных боев, никакой бы бой не был, жизнь твоя особо не поменяется. Я раньше думал, вот мастер спорта выполню, вот все, вот я это, международником стану, заслуженным, там, чемпионом мира стану, что-то, да ничего не меняется, все так же остается. Просто другие цели, ты это достиг, начинаешь дальше цель, следующая ступенька, и ты продолжаешь работать. Нет такого, что ты что-то достиг, и все, сел, расслабился, и отдыхаешь. Нет, все равно каждый раз это что-то будет. И бывало бои, казалось, все, я проиграл, все, все, конец, я такой бой важный проиграл. Да ничего, продолжаешь потом, ничего не меняется. Ну смотри, а часто сейчас говорят о таком феномене, не знаю, как точно сказать, как я иду за наследием. Есть ли у тебя такое, вот, наследие Венеры Галиева, к примеру? Да и нет, я вообще насчет этого не заморачиваюсь. Мне нравится, я занимаюсь, что там будут, что думают другие. Ну да, мне люди пишут, там, и легенды, и все такое, я вот к этому вообще не заморачиваюсь. Нет цели, что-то кому-то рекорд поставить по возрасту, такой сомнительный рекорд, не знаю, если поставить цель, вот, самым возрастным бойцом стать, но я думаю, там может быть, ну не любой, но много людей, и старше меня, которые очень хорошие формы, просто у них есть другие интересы, другие цели, и мне эти бои не нужны, а уж если задаться целью, рекорд там такой, какой поставить, я думаю, найдутся и более сильные ребята, там просто им это неинтересно, а мне вот интересно. Давай поговорим немножко про ИСЕ и про Гран-при, следишь ли, и можешь ли кого-то выделить, кого-то фаворитом видишь, какой-то может быть весовой. Ну, слежу, конечно, но фаворитов вообще, я вот никогда прогнозы на бой не делаю, просто интересно, когда сильные ребята, и интересно, кто победит. А вот кто выиграет, я вот, вообще, столько, ну, невозможно предугадать, это просто гадание, какие бы ты аргументы не приводил, у того борьба сильнее, у того, шансы у всех равны, одинаковые, и поэтому выиграть может любой, поэтому никогда так не загадываю, фаворитов не определяю, просто интерес есть, посмотреть, и все. Смотри, у нас в Гран-при, по сути, и чемпионские бои тоже есть. Как ты, как боец, оцениваешь больше значимость Гран-при, либо чемпионского пояса? Ну, в итоге, когда чемпион участвует в Гран-при, все равно же победитель Гран-при будет чемпионом, поэтому... Ну, иногда же разделяют это, то есть, вот в прошлом году у нас Гран-при прошло без чемпионского пояса, и чемпион Гран-при был, да, как бы пояс Гран-при. Вот значимость, как ты думаешь? Ну, только то, что он выиграл эту восьмерку, и все, ну, все равно же он чемпионом не стал, все равно потом... Ну, конечно, Вартаньян сложил, свои там, не стал дальше выступать за чемпионский пояс, драться. Конечно, очень сильный боец, и очень сильная восьмерка была, и это очень хорошее достижение, выиграть такую восьмерку. Ну, тут я не разделяю, если бы был чемпион, ну, и чемпион бы закончил бы, ну, тут бы мы бы чемпиона получили. Жалко было, что Абдулла Хабов не участвовал, а это только бы украсил бы, этот гран-при. Ну, а так, в любом случае, победитель гран-при очень большое достижение. Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать чемпион? У всех же, все чемпионы в чем-то одинаковые во всем, в чем-то разные по-своему, да, у каждого свое, у каждого свой секрет, у каждого своя уникальность, поэтому, кто чем берет, нет такой рамки, чтобы под чемпион, шаблон, вот это будет чемпион. Абсолютно разные чемпионы бывают, и абсолютно разные пути у них к этому успеху. А успех, на твой взгляд, это все-таки везение или больше работа над собой? Ну, один раз, может, и везение, но если ты постоянно, это все-таки работа. И ты своей работой привлекаешь и удачу на свою сторону. Есть ли то, о чем ты жалеешь в своей профессиональной деятельности? Да нет. Как бы, я уже говорю, что там нет ничего такого, что там, может, твою жизнь переносит. Да, раньше думал, вот, проиграл, все там, жизнь закончилась, какие-то эмоции, это все ерунда. А что заставляло дальше идти? Вот ты говоришь, жизнь закончилась после там, одного пожиления. Ну, это ты на эмоциях один-два дня бой там, рефлексуешь там и не знаю, какой-то у тебя, не знаю, может, рассчитывал деньги, там, какие-то заработать, тут меньше заработал, как тебе кажется, вот. А потом уже стараешься перед боем не планировать ничего, не загадывать. Ты выступаешь, как сложится, так сложится. Так проще. У тебя два сына и отдаешь ли ты их в спорт, занимаются ли они и хотел ли бы ты им судьбу и путь бойца? Ну, занятия спортом, конечно, я их привлекал, потому что каждый мужчина должен заниматься. Ну, вообще, всем это очень полезно, в любом случае, девочка, мальчик. А уж что, кем они захотят быть, я уж никогда не заставлял. Младший, ой, старший сын у меня занимался, но в свое удовольствие я понимал, что он не выйдет из него спортсмен, он больше такого интеллектуального труда. Я думаю, в семье кто-то должен быть умный, не все спортсмены. Он сейчас в армии служит, у него больше, он очень много любит читать, и так у него больше философское такое, любит философствовать. А младший, ну, чем-то похож на меня, как мне кажется. Лучше заниматься хоккеем, но он мне говорит, что ему единоборство нравится, но я говорю, пока давай, единоборство всегда можем успеть, хоккей, если получится. Ну, и то тоже нет цели сделать из него профессионального спортсмена. Главное, мне мечта была, я люблю футбол, поиграть, хоккей. Со старшим думал, вместе футбол смотреть, хоккей, по вечерам там, выйти, куда-нибудь отдыхать, едем, попинать мяч вместе в хоккей. Но ему это неинтересно было. Вот с младшим у меня сейчас получается, мы вместе трансляции смотрим, вместе можем где-нибудь отдыхаем, мяч попинать, в хоккей поиграть, когда вот зимой коробку зольют во дворе. Ну, вот это мне нравится, так с детьми время проводить. Ну, и все, а дальше, как они сами захотят. А если бы он захотел, пап, хочу все-таки стать бойцом, ты бы в какой бы вид спорта его первоначально отдал? Понятно, что лучше с борьбы начинать. Ну, я сам такой путь прошел, и если бы он спрашивал, то, конечно, лучше борьбу подсказал. Старший, кстати, вот не очень борьбу любил, он все, ударку его тянуло, ну, занимался. Ну, не знаю, если уж захотят стать бойцами и попросят помощь, конечно, помогу, и подскажу, надо будет, но пока вот у старших со спортом не получилось, а младший пока на хоккей сосредоточил. Дай совет подрастающему поколению. Я не самый мудрый человек, и давать... Это такая общая формулировка дать советов. Советов много, они же в жизни. Учитесь, всегда учитесь, проявляйте терпение, не забывайте благодарить, кто вам помогает, старших, ну, никогда не забывайте, кто вам помогал. Ну, такие общие, я не знаю. Они, как и были, эти общечеловеческие ценности, они всегда будут в цене, и всегда будет, какой бы мир ни был, как бы жизнь ни менялась, это всегда будет важно. А греко-римская борьба или боевое самбо? Ну, начиналась с греко-римской борьбы. Сейчас просто таких видов спорта не было раньше, но сейчас понимаешь, что боевое самбо интересно, но опять же, ну, без борьбы, наверное, у меня бы в боевом самбо не получилось, все равно у меня техника была другая. Я с курткой не боролся, даже когда выступаю по боевому самбо, я куртку практически не хватался. И, может, поэтому моя техника была для самбистов базовых непривычна. Я не брал куртку, рукава, я сразу в корпус, ноги проходил. Вот в этом, может, мне и помогло это выиграть. Ну, каждый сам выбирает, кому как что больше нравится. Вот из двух ты бы что бы выбрал? Пройдя и тот, и тот путь. Я бы греко-римскую борьбу мне она привычнее и понятнее. Спорт любительский или профессиональный? Ну, начинать, конечно, надо с любительского. потом... У тебя было наоборот? У меня нет. Ну, почему? У меня же в греко-римской борьбе была любительская карьера. А потом просто так получилось, когда у меня уже результаты появились, меня пригласили в универсальный бой, в рукопашный бой, потом в 32 года в боевой самбо. Ну, тогда я этих видов спорта не был. Может быть, если бы они были, я, может быть, и попробовал бы. Но так получилось у меня наоборот. Главный бой вечера в Уфе или бой в финале чемпионата мира по борьбе? По борьбе? Борьба все-таки это любительская. Не знаю, сложно выбрать. И то интересно, и это. Поэтому... Главные бои вечера у меня были и в Уфе были, и в других городах. А чемпионат мира, финал чемпионата мира у меня не было. Тогда выберу чемпионат мира. Реванш с Брандау или реванш с Коковым? Да... Я не знаю. Сейчас с Брандау все равно в первых, и не в лиге. И уже, как мне кажется, не совсем тот, каким был, когда мы с ним соперничали. Ну, не знаю, немножко сдал, как мне кажется. Вполне могу ошибаться. Поэтому, наверное, лучше с Коковым. мотивация или дисциплина? Дисциплина. 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 Дисциплина.